Второй форум «Северный род. Сильный народ» прошел в Ненецком округе. Впервые это мероприятие провели в 2007 году. Через шесть лет этнокультурный центр вновь собрал всех, кому интересна тема сохранения семейных традиций. На форуме выступили представители десяти родов. Каждый рассказал историю своей семьи оригинальным способом – с помощью электронной презентации или театрализованного представления. О семейных ценностях и реликвиях участников наш следующий сюжет. Зоя Чупрова изучением своего рода занимается уже давно. Говорит, из Пижмы в округ предки переехали в 20-х годах прошлого века и обосновались в деревне Еловка, а затем перебрались в Наринмар. Мужчины в роду Чупровых занимались рыбалкой и охотой. От пращуров Зоя Федоровна переняла любовь к народной песне. Ну, а тётушки, конечно, по женской линии были певуни хорошие, пели очень красиво, обладали все хорошими, красивыми голосами. Со стороны отцовской линии тоже пели. Ну, и в роду у нас очень много педагогов, династии прямо целые педагогов, и дошкольные работники, и учителя. Знать свои корни до седьмого колена – такой нарок Зоя Чупрова даёт внукам и детям. Чтобы помнили об этом из поколения в поколение, в семье передают псалтырь. Эта реликвия датируется 1727 годом и переходит из рук в руки уже 300 лет. Почти каждый из гостей форума принёс с собой подарки из прошлого. Карпушевы вручили своему сыну короб из бересты, изготовленный ещё в начале 20 века. Именно эта реликвия подтолкнула семью к изучению родословной. Это было очень интересно, во-первых, потому что я даже познакомилась с родственниками, которых я ранее даже не знала, знала только по наслышке или по фотографиям, а тут познакомилась лично. И, во-первых, это так сближает. То есть я настолько тесно стала общаться с родственниками, участвовав в сборе этой информации. Много интересного узнала. Теперь у меня есть, что рассказать детям своим. Участники форума признаются – изучение своей родословной занятия хоть и интересное, но кропотливое. Порой о родственниках известно совсем немногое. И только приложив определённые усилия, получается узнать подробности из жизни прадедов. Мои предки жили в жире Пойлова, что недалеко от деревни Куя. А затем, уже в XIX веке, ближе к середине XIX века, они поднялись по верховью, вверх по реке Куя и основали деревню Просундуй. К сожалению, этой деревни уже нет. То есть она в 60-х годах прошлого столетия уже перестала существовать. Светлана Хабарова большую часть информации о родственниках узнала по ревистским сказкам и духовным росписям. На первом этапе исследований обратилась в Ниньский краеведческий музей, затем в архивы Архангельска, Нижнего Новгорода и Великого Устюга. Как оказалось, в Наринмаре можно узнать о родных лишь с момента основания округа. Архив создан, буквально начал создаваться с 29-го года, с момента образования округа. И тогда стали целенаправленно формироваться архивные фонды. Но вот в 16-й год у нас и несколько документов конца 19-го века в нашем архиве случайно хранятся. Цель этого форума – еще раз показать людям важность изучения своей родословной и напомнить, что прийти и поработать с архивными документами может кто угодно. Для этого не обязательно иметь российское гражданство. Одно из основных условий – информацию можно запросить только о своей семье. Также необходимо знать временные рамки, приблизительное место жительства и фамилию искомого человека. Работники архива отмечают, что в последнее время растет интерес жителей округа к истории. Ведь только в этом году для работы исследователям выдано более тысячи дел.